Подводя итоги уходящего года, Мирослав Вельган затруднился выделить что-то наиболее значимое, ведь для театра год 2017 оказался богатым на события. В столетие Котласа впервые прошло уличное театральное шествие, в котором поучаствовало около сотни артистов со всей России и даже из-за рубежа. Открылся театральный сквер, сразу полюбившийся котлашанам. Многим жителям города запомнился квест «Ночь в театре», благодаря которому у каждого из нас появилась уникальная возможность попасть в таинственный мир театрального закулисья. Все прошло на 4 с плюсом как минимум, если не на твердую пятерку. Самое главное, чтобы довольны и зрители, и коллектив доволен. Это самое главное для нас. Кстати, все спрашивают, будет ли он, мы говорим да. Не менее насыщенным обещают быть и новогодние праздники с 24 по 31 декабря, а также со 2 по 8 января. Для всех котлашан в театре пройдет череда новогодних представлений. Зрители увидят спектакль «Волшебник» из Умрудного города, а после поучаствуют в празднике у елки. Причем для больших и маленьких котлашан это торжество будет немного разным. Ну и мы пробуем две елки для взрослых 18.00, чтобы почувствовали взрослые себя детьми. Окунулись, так сказать, на два часа в детство. В этом году у нас приобретен новый проектор, порядка полмиллиона, это за счет федеральных средств. Вот с помощью его мы попробуем добавить в этот спектакль инновации. Говоря о планах на будущее, руководитель храма Мельпомены затронул одну из самых актуальных и обсуждаемых тем – долгожданную реконструкцию Котлосского драматического театра. Необходимость ее проведения понимают на всех уровнях власти, вплоть до областного. Однако, чтобы поучаствовать в программе инвестирования, необходимо подготовить план работы и провести государственную экспертизу. Сделать это планируется в первой половине следующего года. Там мы еще поедем.